Всем большой привет! Начинаем первую серию... Привет, Юля! Привет, привет! Всем привет, друзья! Сегодня мы начинаем наш первый прямой эфир с инстаграм-страницы Сахадиаспоры. И в этих сериях знакомств мы будем разговаривать с нашими земляками, которые проживают в различных уголках нашей Света. Меня зовут Вероника. Всем привет-привет! Юля, огромное спасибо, что согласилась на эфир с нами, со мной. И, ну, предлагаю начать. Думаю, что мы постараемся сохранить эфир, потому что было очень много предложений в директ сохранить наш эфир, потому что, ну, не все могут в связи с разницей в часовых поясах. Да, рабочий день сейчас. Да, в самом разгаре. Поэтому, Юля, я знаю, что ты ведёшь вообще суперский блог у себя в инстаграме. Я думаю, что мало кто о тебе не знает в якутске, в Якутии. Ты такая прямо девушка-мотиватор, молодой учёный. Спасибо. И сейчас ты занимаешься очень в перспективной сфере, поэтому расскажи кратко о себе. Так, ну, я сейчас учусь в университете Миссури, University of Missouri. Это государственный, если можно так сказать, университет. У меня гаснет экран почему-то время от времени. Я сейчас учусь на PhD, это докторатура, можно сказать, по направлению биоинформатика. Это такой симбиоз информатики, компьютерных наук и биологии. Конкретно занимаюсь исследованием онкологических заболеваний и иммуноонкологии, в частности, колоректального рака и рака лёгких, на данный момент. И сюда я приехала учиться в магистратуре в том же университете. Я выиграла стипендию Fulbright, и я училась в магистратуре по специальности общественное здравоохранение. То есть сейчас я занимаюсь совершенно другим, но всё-таки я магистр общественного здравоохранения, поэтому я стараюсь применять свои знания, там в Инстаграме рассказываю про вакцины, постараюсь каким-то просветительской работой, в общем, заниматься. На этом всё, вот что касается общественного здравоохранения, я совсем оттуда отошла. И как использую чисто в социальных сетях и как хобби получается у меня. Ну, я слежу за новостями, это мне интересно, особенно во время пандемии. Это стало очень захватывающе следить за новостями пандемии. Ну, и сейчас я живу в штате Миссури, в городе Коламбия. Это такой колледж-таун, то есть у нас один университет большой. Сюда приезжает учиться практически со всей Америки, хороший университет. И у нас два колледжа, так что у нас такой студенческий город, маленький. Я недавно вышла замуж. Да, поздравляю. Ну вот, живу со своим мужем и собакой Ази, которая заблежит рядом со мной. Я знаю, с моей собакой они... Одна по-русски. И одно имя у них. Одно имя. Оскар де Грауч. Так что нас объединяет не только собака, но ещё и то, что в университете Миссури учился дедушка моего мужа. Я это случайно причём обнаружила. Да, спасибо, кстати. Он был послом, да? Да, с Тайваня в США. Да, послом Тайваня в США, ничего себе. Ну что, Юль, я тебе хочу задать пару своих таких блиц-вопросов. И в конце мы, я надеюсь, что поговорим о вакцине. Дорогие зрители, вы можете, пожалуйста, задавать ваши вопросы. И Юля даст своё экспертное мнение. Я просто безумно рада, что Юля согласилась и нашла время. Так что давайте не упускать эту возможность. Так, первый от меня вопрос. Почему... Я знаю, что очень много различных грантов есть для подачи, да? Но почему именно твой выбор пал на Фулбрайт, и почему ты выбрала США для своего обучения? Ну, я не выбирала страну, я выбирала действительно стипендию. Стипендию я выбрала, потому что, ну, Фулбрайт очень престижная стипендия. Фулбрайт – это определённый круг, в который попадают, ну, достаточно мало людей. И она очень щедрая стипендия, в том плане, что я изначально не хотела оплачивать, ну, как бы не хотела, не могла себе позволить оплачивать обучение в Америке, которое очень дорогое. Я не могла себе позволить оплачивать медицинскую страховку, которая тоже очень дорогая. Ну, и жизнь тоже мне, вот, мне не удавалось накопить, например, на, ну, в России, будучи в России, на какую-то, на какие-то там расходы ежемесячные, да? То есть Фулбрайт всё покрывает, он покрывает и обучение, и медицинскую страховку, и ежемесячную стипендию выплачивает, которые хватает и на съём какого-то, ну, простенького жилья, и на еду, и даже немножко на путешествии оставалось. Здорово. Ребята, кто интересуется этой стипендией, Юля очень много об этом писала, я думаю, что она будет, ну, она является очень открытым человеком, и обязательно вас проконсультируют, переходите к ней на страницу после нашего эфира. Значит, и сейчас, вот, ты прожила в США 4 года, да? Ну, будет 5. Ага, 5 год. Вот что тебе больше нравится и не нравится в Америке? Ну, мне почти всё нравится, иначе бы я тут не осталась. Ну, наверное, я скажу, что мне больше всего нравится, вот из-за чего я осталась, из-за чего я сюда приехала, это академическая среда, мне нравится университет, мне нравится, кто не финансируется, мне нравится, как преподаватели относятся к студентам, мне нравится вся эта инфраструктура, все эти спортивные залы, библиотеки, здания университетов, они очень, они очень дорогие, они очень многофункциональные, если можно так сказать, да, у нас, например, спортивный зал нашего университета Миссури, он занимает первое место среди всех кампусов в Америке, он очень крутой, там три бассейна, дайвинг, ну, вообще всё-всё-всё есть для студентов. Конечно, обучение очень дорогое, но вот мне, конечно, повезло, что мне всё это досталось бесплатно, но мне это очень нравится, и ещё мне очень нравится наука, здесь заниматься наукой, это очень здорово. Я знаю, что ты активно участвовала в различных конференциях, и сейчас уверена, что через Zoom участвуешь, ну, вообще достойно всяких похвал, я считаю. И следующий вопрос, переходя с выбора США и вообще стипендии, что по приезде сюда, в Америку, тебе было, казалось для тебя очень странным, удивительным в поведении людей, возможно, и сейчас ты сама так поступаешь, ловишь тебя на том, что ты, о, я же раньше так не делала? Да, очень хороший вопрос, на самом деле, потому что я, у меня такое ощущение, как будто я всю жизнь здесь живу, и мне кажется, я очень сильно поменялась сама как человек в поведении своём. Ну, когда приезжаешь в Америку, мне кажется, я не буду одинока в этом, да, то, что думаешь, что ты всё знаешь про Америку. Я смотрела все голливудские фильмы, я знаю, как они там живут, я знаю, что они там едят, в общем, я с таким приехала. Ну, конечно же, Америка очень большая. То есть я приехала в Медвест, это вообще другое. Я раньше приезжала в отпуск в Нью-Йорк, в Майами, но я приехала жить в Медвест, это совсем как будто другая страна, совсем другие люди. Наверное, одно из таких, ну, самых первых, наверное, впечатлений было то, что люди очень сильно вовлечены в политику. Обычные люди и молодые люди, потому что я приехала, я начала общаться с своими сверстниками, американцами, и я приехала в 2016 году, то есть это был разгар Хиллари Трамп, и то есть они просто, они ходили на митинги, они там ходили там на их ралли, в общем, очень активно участвовали. И я думала, ну вот зачем вы тратите своё время? Ну, у нас же, мы же такие аполитичные, да? В России я была, например, аполитичным человеком более-менее. Вот, я думала, ну вот, делать вам нечего. И вот это вот меня очень сильно удивило. Сейчас я сама часами могу разговаривать про политику. Вот, и причём в любой стране, ну, в России, в Америке, очень, ну, очень много чего политизировано здесь, что, в принципе, не есть хорошо, ну, как бы, что-то хорошо, что-то плохо, да? Но вот это я сама начала в себе наблюдать, то, что я вот когда-то удивлялась этому, а сейчас это как бы в порядке вещей. Ну, и, наверное, всякие такие вещи, знаешь, когда там я улыбаюсь постоянно теперь, то есть я очень много разговариваю. Раньше вот когда я только приехала, меня это утомляло, а сейчас, мне кажется, я сама утомляю людей. Многие, наверное, сейчас. Да, вот. Ну, то есть всё всё равно впитываешь. И тем более, когда вертишься в среде американцев, у меня всё равно, у меня нет вообще никакого русскоязычного окружения. Ну, у меня есть две подружки, с которыми мы там раз в полгода видимся здесь. Но в основном я общаюсь с американцами, и, конечно, очень много от них перенимаешь. Вот я бы хотела, наверное, добавить о политичности американцев, что у тебя совершенно другая среда в плане того, что даже с учётом того, что ты в Медвест проживаешь, да? Как он называется? Дикий Запад. Нет, средняя полоса. Да, у тебя очень прогрессивный университетский город. Остроблок демократии в Красном Штате, да. Да, да. Вот поэтому, мне кажется, ещё люди прямо рвутся выражать своё мнение и свою позицию политическую. Вот. Ну, а в целом, что бы ты отнесла к ситуации ожидания реальность? Ладно, вот первая ситуация это, что ты думала... Ну, возможно, ты думала, что они аполитичны. Казалось, что в твоём городе они довольно-таки заинтересованы политикой. А ещё что? Ну, наверное, еда мне очень, я думала, что это не так прямо стереотипно. Я думала, ну, я думала, что это стереотип, что американцы едят много бургеров, картошки фри, чипсы, всё такое. Ну, то есть, я же смотрела голливудские фильмы, где там они в Калифорнии, и все бегают в утром и питаются в Whole Foods, да? А здесь вот действительно, когда я приехала, я была в шоке, потому что там гамбургеры мы ели каждый день, и вместо гарнира нам давали просто пачку лейс. Ну вот, это для меня было шокирующе. И сейчас я ем чипсы лейс тоже нормально, в принципе. Ну, как бы, нет уже такого. Меру, да, скажи? Ну, да, да. Мне кажется, это плохо, но у меня уже нет такого прямо... Больших глаз при виде чипсов. Полностью согласна. Мне кажется, столько много стереотипов. И ещё раз полностью с тобой согласна в том, что Америка такая большая страна, так же, как Россия, потому что многие американцы, они же, когда видят нас, например, меня в частности, они же не думают, что я из России, правильно? Да, вот, ну, так же и здесь. Хорошо. Какой у тебя такой самый смешной случай, который произошёл с тобой в Америке? Самый смешной? Ну, я вообще первые два года как в комедии жила. Ну, многие люди, которые приехали, переехали в Америку или жили в другой стране долго, да, они, наверное, у всех были ситуации, когда, ну, сначала очень неудобно, а потом смеёшься с этого. Ну, у меня очень много было ситуаций, когда я неправильно переводила слова. То есть у меня всё равно был такой школьный английский, университетский английский. Я могла писать эссе, но я не знала, что это, как будет скалка. По-английски, да, то есть я, например, готовила пельмени у Entry дома, тогда мы только встречались, а он был на работе, и я там не знаю, как будет скалка, и Google Translate забиваю, и там написано Plunger. И я ему пишу, говорю, у тебя есть Plunger? И он такой, что случилось? А Plunger — это вот вантус. Да-да-да, ага. Очень сантехническая вещь, да, скажи. И он меня спрашивает, что случилось, всё в порядке там в доме? Я же у него дома одна. Я говорю, да нет, я тут русское блюдо делаю одно. Короче, и он вообще не понял, и он мне сказал, где он находится, главное. А потом я уже поняла. Я не знаю, почему это как Plunger приводится. И Роллингфин, да. Ага, вот. И, ну, такие, да. Наверное, кто-то что-то написал. Так. Что-то? Хорошо, мы ответим на вопросы чуть позже, да? Это лико вопрос, не всё. В общем, да, ну и ещё там с семьёй такие бывают. Ну, у меня Эндрина мама однажды позвала на русский балет. Ну, к нам приезжает под Рождество русская какая-то балетная труппа, разъезжает по медведству здесь. И, в общем, она такая радостная, говорит, Юля, приезжай к нам. Они в другом городе живут. Они приезжай к нам, давай на балет. Я вот билеты купила, пообщаюсь. Наверное, соскучилась по русским там и так далее. Мы пошли, она, говорит, она с их подружек ещё взяла. Она говорит, вот у меня сына, девушка русская. В общем, мы поехали на этот балет. И она говорит, в антракте подойдёшь, поговоришь по-русски, по душам с людьми. И я такая, как-то мягко пытаюсь сказать, что, наверное, они не очень захотят со мной разговаривать. Но всё-таки у нас другой менталитет, да. И, в общем, она меня всё-таки заставила к ним подойти в антракте. Они были такие уставшие, эти актёры, ну, танцоры балета. Они там стояли, продавали какие-то свои сувениры. И, в общем, я, там, подулом пистолета подошла к нему. Говорит, там, мне очень понравилось, там, да, очень-очень здорово. А вы откуда? Да, ну, там, сколько ещё будете здесь? И артисты балета, они там стояли, очень уставшие. Естественно, никто не улыбался мне. Да, спасибо. Вот ещё месяц. Скоро уезжаем в Россию. Ну, вот так. И мама Эндра была так шокирована. Она говорит, они что, на тебя ругались? Что ты им сказала? В общем, ну, короче, потом она поняла. Я говорю, вот, менталитет у нас вот такой. То есть, она говорит, ой, если бы я была в России, если бы там кто-нибудь из США приехал, мы бы там обнялись, там. Ну, совсем другой менталитет. Вот такие ситуации. Да, ну, бывает. Я уже не помню, если честно, уже. Ну, эти две ситуации, мне кажется, вообще очень смешные. Трудности перевода, как говорится, и трудности менталитетов, да? Или разность менталитетов. Тут поступил вопрос, с какого города эфир хотим? Сообщу, что Юля. Тут в Каламбе. Город в Каламбе, так, Миссури. Да, я проживаю на юге Сан-Франциско. Так что у нас, у нас разница в часовых поясках два часа. Да, 15 в якутском, 17 у меня в якутском. Вот, продолжаем. Так, значит, вопрос мой звучит так. Ну, я думаю, что мне всегда мои, моя семья, да, говорят, ты столько знаешь об Америке, допустим, они о России, ну, знают мало чего, да? Я могу там назвать, я не знаю сколько, не все 50 штатов, но большинство из них на память. Они говорят, а мы ваши субъекты вообще не знаем. И я считаю, что в России, в Якутии многие очень знают какие-то туристические места популярные. Вот какое место, какой город нетуристический, который тебе прямо снес голову? Своей, там, я не знаю, историей, архитектурой, либо, ну, просто... Да, в США. Да. Ну, я на самом деле немного где была. Я была только, наверное, это в 13 штатах. Это уже много. И только на конференции, вот так вот. Но мне очень понравилось... Я не скажу, что это не туристический. Это, наверное, туристическое место, но оно больше для локальных туристов, наверное. Мне очень понравилось в Висконсине, называется Door County, как дверь, Door County. В Мистер Бэй там есть какое-то, типа, вот, курортное местечко. Мы туда ездили с семьёй в июле, и там такая благодать. Там было всего лишь 25 градусов Цельсия. То есть это очень комфортно по сравнению вот с нашими местами, 40 постоянно. И там озеро Мичиган, то есть там такой отдых. И там, ну, наверное, как и в северных штатах, да, там такая скандинавская культура. То есть там немножко такой островок был в Швеции. Там такие рестораны, где вот эти вот фрикадельки всякие, как шведские продают, да, там вот эти вот дома с травой на крыше, где козы подкрутятся. Ну, вот, мне очень там понравилось, потому что там было очень как-то классно. Ну, это такой локальный отдых, но мне очень понравилось купаться в этом озере, на паблборде на этом озере. Очень классно. Я вообще очень люблю на озере отдыхать. Ну, это был такой необычный отдых. А так, конечно, все эти... Я бы рекомендовала каждому, кто приезжает в Америку, посетить любой национальный парк. Любой прям. Они все классные. Согласны, да? Да. И, ну, вот, большие города, они, в принципе, все одинаковые. Ну, у меня Нью-Йорк, там, Чикаго. Ну, как бы, города и города, да. Ну, вот, национальные парки, это все, это очень красиво, инфраструктура очень налажена. Я даже больше удивлялась инфраструктуре, наверное, как там все удобно сделано, как там все и красиво, и удобно. Вот это мне очень нравится. Я люблю отдыхать на природе, и я люблю удобство. Ну, вот, ну, не знаю, Гранд Каньон, то же самое. Ну, очень классно. Обязательно нужно туда съездить. Да, вот, когда американцы говорят, о, вот мы собираемся на хайк, это чаще всего красивая, ухоженная дорожка, по которой ты идешь очень комфортно. Ну, все для людей, я считаю, и, да, оборудование все очень хорошо. Да, Монтерей мне очень понравился. Да, мы с Юлей виделись. Я ездила, да, на конференцию тоже ездила. Да, это было здорово. Надеюсь, пандемия закончится, и у тебя будет еще возможность поездить по штатам. Приезжай к нам. Обязательно. А, значит, у меня такой силосовский вопрос. Если бы у тебя была возможность поменять что-то одно в этом мире, что бы это было, за что бы ты ей взялась? Одно, да. Ну, я, не знаю, я, например, не могу сказать, что вот победить рак, да, например, ну, это невозможно. Мы, наверное, никогда не победим рак. Ну, наверное, как-то победить бедность. Мне кажется, ужасно, что некоторые страны живут в таких нечеловеческих условиях, там, в Южной Америке, например, да, в Африке. Дети умирают от излечимых заболеваний, пачками прямо. Ну, вот, очень много делается, конечно, в этой сфере добродетелями, добродетелями, как это называется? Волонтерами. Волонтерами и большими, да. Контримбитер, да? Да, короче, вот. Ну, я бы, наверное, вот, если бы у меня была волшебная палочка, да, я бы прекратила это. Тогда бы и мир был лучше гораздо. Да, согласна с этим. И я понимаю, вот полностью понимаю, как бы твою точку зрения, как эксперта в общественном здравоохранении, потому что вот реально брешь между благосостоянием и бедностью дает столько плохого, да, наверное, смертность среди малышей и так далее. Это все от того, что у нас большая разница в доходах, да, наверное, в развитых странах против неразвитых стран третьего мира. с этого вопроса переходим тогда более к такому поп-вопросу. Какая у тебя книга либо фильм, который ты смотришь и перечитываешь снова и снова? На этом месте, ребята, запишите. Запишите ответ. На самом деле записывать даже нечего, да, потому что я, честно скажу, я последние пару лет, вот как я начала PHD делать, я художественную литературу вообще не читаю, потому что я читаю только научную литературу. Я читаю только статьи. Целыми днями я только этим занимаюсь. Это очень интересно, но очень утомляет. Поэтому я даже не могу на скидку придумать какую книгу. Ну, фильм, наверное. Ой, а у меня еще есть суперспособность, что я когда фильмы смотрю, я через два дня вообще забываю, о чем там мысли. Слушай, ну мы с тобой в этом похожи. Я как Дори, как Дори, да, это было? Да-да-да. Я вообще не помню, смотрела этот фильм. Индри постоянно надо мной смеется, и он кладезь информации. Я у него спрашиваю, что там было. Ну, в этом плане, да, это у меня полная брешь, потому что я смотрю сериалы, читаю научные статьи. У меня прямо вот... Даже не могу ничего придумать к своему стыду. А фильм? Ну вот фильм, да, тоже. Ну, я смотрю, наверное, документальные фильмы. А, ну, здорово. Какой у тебя тогда был последний фильм, который ты смотрела, даже такой ментальный? Ну, нет, художественный фильм я последний раз смотрела, вот сейчас я опять не смогу. I do care, да? О, ага-ага. Он переведен как аферистка. А, да? I care a lot. I care a lot, yeah. Кстати, вот посмотрела, наверное, буквально дня три назад. У меня прямо все нервы заболели. Вообще, у меня тоже. Это было вообще... Это же сторона реальной истории, знаешь, да? Кстати, нет, не знала. Был такой скандал, когда вот таких стариков обманывали. Буквально три года назад было. А, ну, возможно. Это очень правдоподобно. И прямо было очень... Прямо так сидишь и нервничаешь, думаешь, ну, неужели... Просто вообще, да. Пожилые люди, либо я в старости могу под это попасть. Ужасно. Аферистка, да, что он называется? Ага, да. На русском он переведен как аферистка, если я не ошибаюсь. Вопрос мой следующий. Какой бы совет ты дала себе в 18-летней? То есть, вот, ты закончила школу и с высоты твоего полёта сейчас что бы ты тебе посоветовала? Так. Ну, закончила я школу в 15. О, чё, ты же... Да, да, да. В курсе, наверное. Ну, в общем, наверное, я бы... Ой, ну, всякие эти советы там, не слушай никого, мечтай больше там, да, конечно. Но я, мне кажется, если бы поконкретнее, я бы, наверное, сказала иди в науку сразу же. Потому что я по природе своей очень любознательный человек и мне очень нравится этим заниматься. И я бы не стала тратить своё время на то, чтобы стать, получить там свои там кучу специальностей, которые я получала. И сразу бы пошла. И, конечно, бы это мне сэкономило кучу времени. И я бы сейчас уже была профессором. Но ничего, всё у тебя впереди, я думаю. Потому что, ну, с твоим целеполаганием проактивизмом всё будет. И мой последний вопрос о тебе. Вот почему в Якутии ты больше всего скучаешь? И там ещё был вопрос от наших зрителей. Что думает о якутской еде Эндрю? Я больше всего скучаю. Ну, по людям скучаю, конечно же. По маме своей, по родным, по друзьям. Но, если так, из таких вещей, по рыбе скучаю, конечно. Ну, я слышала, что у вас там где-то продаётся якутская рыба в Калифорнии. А я читала в наших чатах, что в Нью-Йорке в каких-то... Ну, в больших городах, в общем, продаётся. Да, в русских магазинах. Какая-то, да, рыба. В общем, самое большое, почему я скучаю, это баня. Ух ты! Я... Прямо я... Я хочу, чтобы Эндрю построил баню у нас во дворе. Слушай, я не ожидала такого ответа. Я думала, ты скажешь про еду. Я очень люблю. И у нас есть хамам в спортзале и сауна есть, но это, конечно, всё не то. Вот мне нравится вот это Аисе. А про еду, ну, вот у меня рыба. Очень... Я очень люблю рыбу. Эндрю, как относится к якутской еде. Ну, он был в Якутии. Мы ездили в 2019-м, по-моему, летом. И у меня уже всё с этой пандемией, я вообще уже не помню. Всё смешалось. Да. Он, в общем, там, конечно же, нас встретили, там, родственники, праздник, праздничный стол, и они все и по очереди ему давали что-то попробовать. Ага. И потом смотрели, жив ли он. И, в общем... Слушай, а ты сохранила свои истории о поездке с Эндрю? Да, они очень смешные. Потому что мне они так понравились. Там вообще, там, моя тётя сразу сходу начала его обдавать дейбиром, конским хвостом. Короче, там вообще очень было смешно всё. Эндрю водил уазик. Короче, это как комедия была отдельная. И, в общем, все ему давали, там, кумыс, водку, всё вместе, там, строганину, ханхарта. В общем, всё-всё-всё ему давали. И ему... Ну, конечно же, это всё очень ему в диковинку, да, и я не думаю, что вообще кому-то может понравиться сырая рыба или сырое мясо человеку, который вообще никогда этого не ел. Но ему очень понравилась оленина. Ну, по-моему, вот в какой-то... Ухояло. Узеро лес, по-моему, мы туда ходили, и ему очень понравилась оленина. Нет, живот у него не заболел, у него всё было нормально. Это самое главное. На завтрак, на утро, главное, мама заглядывает к нам в комнату. Чё, живой? Вот. Ну, да, ему понравилась оленина, и, по-моему, ему ещё понравился кумыс. Ну, ему понравился кумыс, который был с сахаром. Здорово. сейчас, друзья, после огромной порции смеха и веселья мы переходим к таким более серьёзным экспертным вопросам к Юле. Ну, скоро будет год, как весь мир почти закрылся, да, в связи с пандемией. Как у тебя прошёл твой год, да, как прошёл этот год для тебя? Ну, год пролетел вообще незаметно, конечно же. Я вот, как вчера, ну, вот год назад, да, это было примерно в это же время, я помню, что я читала в телефоне у себя перед сном, прям, что Гарвард закрылся, и я подумала, ну, что-то начинается уже, и буквально через два дня закрылся наш университет. То есть, они все начали закрываться, нас всех экстренно перевели на работу на дому, нам всем раздали, а нам всем сказали идти и получать свои компьютеры из лаборатории, брать свои компьютеры домой, и я что-то даже не взяла, я думала, что это ненадолго, я действительно думала, что мы через месяц вернёмся, и до сих пор у меня там стоит, и мне пришлось покупать новое, всё, нас не пускали, и да, ну, ну, в плане ресёрча было очень классно, ну, то есть, никто не отвлекает, я просто, ну, у меня информатика специальность, да, я удалённо могу хоть откуда работать, и я вот с мая месяца работала над очень интересным проектом с ребятами с другой лаборатории, которых я ни разу не видела, до сих пор не представляю, как они выглядят, и мы вот заметили статью вчера буквально, ну, то есть, мы по-траку это не про это, но её ещё не приняли, так что рано ещё. Хорошо, в любом случае, знаешь, дойти до конца. Да, и, ну, очень плодотворно в этом плане был, я написала ещё одну статью, я начала очень усиленно работать над single cell sequencing, ну, очень, да, в этом плане был очень такой продуктивный год, ну, конечно, конечно, это всё депрессивно, это всё ни с кем не видишься, у меня Эндрю работает, он вообще ни разу не переставал работать, он работает на critical manufacturing, то есть, у него не останавливается производство, и, ну, вот, год очень быстро прошёл, но плодотворно в то же время как-то немножко грустненько, конечно. Полностью согласна, особенно переживать за своих родных, которые находятся далеко, да, эта часть для меня была сложной. А вот у меня к тебе вопрос, как к эксперту в общественном здравоохранении или будущему эксперту, ну, ты уже эксперт, потому что определённо очень много в этой сфере работаешь. Твоё отношение к вакцинам, произведённым в США, в России и Китае? Ну, сразу скажу, что про китайскую я мало чего знаю, потому что очень мало данных почему-то про неё. Ну, я читала, конечно, про российскую, российские две вакцины, потому что я, ну, из-за того, что мне надо было рекомендовать своей семье, своим знакомым, друзьям, какая лучше. Сначала, конечно, спутник вызывала очень какие-то подозрения, потому что они же самые первые в вакцину во всём мире, и это было очень похоже на гонку, и то, что они её назвали спутник, это всё была такая отсылка к этим соревнованиям между странами, никаких данных почему-то не было опубликовано прямо вот до последнего времени, ни протоколов, ничего. В этом плане конечно, Pfizer и Moderna, они всё опубликовали сразу. Как бы, ну, в Америке вообще все данные в очень открытом простое находятся. Можно зайти там на сайт, грубо говоря, там полиции и найти все преступления, совершённые в твоём городе за последние 10, 20, сколько-то лет. В этом плане, конечно, сложно доверять вакцине или какому-то нам лекарству, да, куда нет данных, когда просто говорят, что всё хорошо, всё эффективно, мы проверили, вы нам поверьте на слово, поэтому это очень настораживало. Но вот вторая статья, которая в The Lancet вышла, она хорошо написана, она такая обнадёживающая. И, конечно же, из двух вакцин, ну вот вторая вакцина, она называется Epivac, Corona, по-моему, мне очень не, мне очень непонятно, как вакцину может разработать подведомственная лаборатория, которая подведомственна надзорному органу. Ну, у меня, я не знаю, может, я чего-то не понимаю в российских в этих ведомствах, но мне это как-то подозрительно. И про Epivac, Corona, там не было никакой информации вообще, кроме того, что на второй стадии была протестирована на ста человек, ну, то есть сто человек, это вообще ничто, и никаких имён под этим интервью, где его брали, ну, в общем, там было очень вообще мало, мало-мало данных, не было данных даже. Вот, поэтому я считаю, ну, вот, пришлось своим посоветовать спутник, потому что из-за внизу как бы меньше. Но в последнее время я слышу такие обнадёживающие отзывы, да, отзывы, потому что есть друзья-врачи, которые получали давно, которые измеряют себе уровень антител, и всё у них нормально, поэтому, в принципе, я хочу думать, что спутник хорошая, хорошая вакцина, что она эффективна. Конечно, мы сейчас ничего не можем сказать, насколько долго она будет действовать, насколько, какие будут побочные эффекты долговременные, ничего не можем об этом сказать, ну, мы ничего не можем об этом сказать и о Пазере, и о Модерне, и о других вакцинах, вот, поэтому, в принципе, я, ну, я думаю, что вакцинироваться нужно, никому ничего не навязываю, сразу говорю, не скажу, да, личное дело каждого. Это личное дело каждого, да, но я бы, если бы я была в России, я бы спутник получила. А вот по последним данным, сколько, насколько долго помогают антитела? Вот полгода. Ну, ещё такой, ещё рано об этом говорить, только эти вот исследования клинические, они же завершились в ноябре, получается, ну, то есть мы не можем ничего об этом сказать сейчас. Поэтому, да, а Модерны, Пайзер, у них, конечно, новейшая технология, ну, не новейшая технология, это технология АМРНК, да, она была использована давно в лабораториях, но она впервые используется в вакцинах, на людях. Я сама получила Модерну. Да, и там был как раз вопрос, как ты себя чувствуешь после получения вакцины? У тебя уже было два? Я только одна. Первая. Модерна, Модерну дают с перерывом 29 дней, под 80, поэтому я вторую еще буду получать. Но после второй, говорят, ну, вот у людей моложе, 60 лет, побочные эффекты выражены. Да, потому моя свекровь получила уже две вакцины Модерна, и у нее побочных эффектов не было, но да, она старше 60 лет. у людей постарше у меня тоже свекры получили, нормально вообще. А у меня профессоры, они чуть помоложе, и они все, у них у всех была температура, и все. И вялость, да, потому что, да, среди знакомых в основном жаловались на температуру и вялость после второго раунда. Вот, а Модерна, да, Модерна, Пфайзер, они хорошо, что они публиковали все данные, была очень, очень подробная информация была о побочных эффектах, о возможных побочных эффектах, ну, в общем, они на сайте FDA можно было очень, очень легко всю эту информацию найти, и поэтому, когда много информации, когда доступна информация, как бы, ну, все равно доверие к такому продукту больше. Поэтому, да, ну, ну, конечно, большая проблема, что и Модерна, и Пфайзер, они хранятся в очень низких температурах, поэтому транспортировка, да, к сожалению, сейчас у нас очень медленно идет вакцинирование, у нас учителей начнут вакцинировать только 15 марта, хотя они вовсю уже работают, и старшие школы работают, да, ну, это у нас штатер, что идет, это у нас так, да. Прости, да, я перебила, прости, да. Ну, просто, да, люди жалуются, что все это передали штатам, а штаты устроили у себя бардак, все это нужно было единым национальным каким-то, ну, вот, федералам нужно было этим управлять как-то, ну, вся эта пандемия это один большой урок, конечно. Да, хочу отметить, что в США каждый штат имеет полностью свою автономию в плане вакцинации, открытия, закрытия штатов, то есть это большая разница, то есть тут нет того, такого, чтобы президент, ну, он может, возможно, сказать, да, все закрываем, но у штатов столько полномочий, что они очень самостоятельно все решают, потому что вот у Юлии в Миссури, значит, пока школы открыты, учителя не вакцинированы, у нас, у нас в Калифорнии уже начинают давать вакцину учителя, старшие классы в школах пока не открыты, ну, там еще зависит от того, к какому району относится та или иная школа, и они делят по цветам, вот, давай тогда ответим на вопросы, которые поступили, значит, что-то, так, смотрим, смотрим вопросы, очень-очень много смайликов, и махающих людей, аплодисментов, сердечек, так, вопрос, Юля, интересно твое мнение про сохранение родного первого языка у детей и мигрантов, второй вопрос, что нравится Эндрю в русско-якутской кухне, это мы уже обсудили, давай тогда узнаем про свое отношение к сохранению языка родного, у меня нет детей, я не могу на этот вопрос ответить, ну, я, конечно, хотела бы, да, когда у нас будут дети, я хотела бы, что бы они и по-русски, и по-якутски разговаривали, но это очень сложно, я вижу, например, своих подруг, у которых дети ходят в американскую школу, им даже сложно русский язык сохранить, причем, что у них оба родителя разговаривают по-русски дома, очень много таких детей, которые не понимают русский язык, ну, когда у них два родителя, двое родителей, они русские, поэтому, я не знаю, я очень боюсь этого. Да, это такой острый вопрос, мне кажется, потому что сохранение языка без практики и без условий, ну, язык быстро теряется. У меня, я забыла свой последний вопрос, который я хотела задать о коронавирусе, мне очень важно твое, знать твое мнение по поводу ношения, вот после вакцинации мир, насколько изменится и будем ли мы носить маски, будем ли мы соблюдать социальную дистанцию и вообще стоит ли это делать? как, что, по этому поводу говорят? Это самый большой вопрос, который сейчас обсуждается, мы, люди все пытаются представить себе нормальное будущее, будет ли оно у нас, да? Хорошая новость заключается в том, что у нас есть вакцины и в России, и в Америке. Есть куча других стран, где вакцин, может быть, даже не появится никогда, но это такие бедные страны, да? Вот представим ситуацию, если, ну вот Pfizer, например, говорит, что к концу этого года у нас будет миллиард вакцин, то есть в любом случае все американцы будут вакцинированы, да? Ну, представим, что там 70% человек будет вакцинирован, у нас будет хоть какой-то стадный иммунитет, тогда могут приезжать люди из других стран и заражать здесь, да? и, например, из тех же бедных, это очень много сейчас обсуждается, что Всемирная Организация Здравоохранения должна взять это на себя и должна как-то распределять эти вакцины в другие страны, потому что чем больше вирус реплицируется, да, чем больше вирус распространяется, тем больше он мутирует, тем могут вакцины быть бесполезны, как вакцины малоэффективными снижаться эффективность может, но вот здесь уже появляется вопрос, как будет регулироваться перемещение людей между странами, да, то есть опять-таки как это будет, будет ли какой-то единый паспорт иммунизации, чтобы его невозможно было поддерживать, там и так далее, то есть это такие огромные вопросы, над которыми сейчас я верю, я хочу верить, что над ними работают, потому что без этого как-то это будет очень бесполезно, но хорошая новость заключается в том ещё, что вот эти вот новые варианты, которые появляются там южноафриканские, у вас в Калифорнии появился новый, да, калифорнийский. я пока об этом не поговорю. University of California в этом Сан-Франциско UCSF да, они его исследуют сейчас, в феврале буквально, вот, и но действующие вакцины сейчас, они могут, они эффективны, в общем, против этих мутаций, против этих вирусов с этими мутациями, но там определённая катодозировка нужна при там южноафриканском и так далее, ну, да, и хорошо, что вот эти вот мутации, они в большинстве случаев, они просто, ну, как просто, они способствуют проникновению быстрому и более активному проникновению вируса в клетку, то есть она быстрее размножается и получается она более заразная от человека к человеку, но хорошо, что она не влияет на тяжесть протекания. Ну, это очень важно знать. Да, если посмотреть на год назад, да, когда мы вообще не знали, что это такое, вообще, как были полностью растеряны, ужасные были ситуации, там, витали, да, и там врачи умирали, и вообще никто не знал, как это лечить, то сейчас можно сказать, что огромный прогресс делал. Поэтому я считаю, что, в принципе, в принципе мы можем надеяться на то, что где-то, наверное, через год мы перестанем носить маски, потому что большая работа уже сделана по большим таким тестированием этих вакцин, разработке этих вакцин, большим тестированием, то есть делать какие-то бустеры от этих разных вариантов, это уже такое дело житейское, ну, в общем, дебл. Да. Спасибо. Тогда дальше приступаем к вопросам. Следующий вопрос, в каких штатах, Юля, ты хотела бы ещё пожить? Если будет возможность или целенаправленно переехать куда-то? Я не знаю, я бы не против в Джорджии пожить. Где потеплее, да? Да, где потеплее хотелось бы, конечно, да. Ну, я не знаю, мы ещё не думали. Жизнь покажет. Вопрос, какая у тебя специализация и степень? Это, наверное, люди, которые чуть позже подключились. Да, я занимаюсь сейчас PHD по биоинформатике, это докторантура по биоинформатике. И давно живёте в США, Юля, пятый год, я тоже пятый год. А, да. Да. Как ваше самочувствие после прививки мы уже узнали? Я не привитая, Юля получила первую вакцину. После первой обычно никаких никакого эффекта не бывает, после второй я вот боюсь хожу. Фулбрайт оплатил ли полностью магистратуру и сколько лет она будет длиться? Два года она уже продлилась, я в 2018 её закончила, Фулбрайт у меня полностью тогда закончился и сейчас я учусь за счёт университета. Как ты думаешь, можно ли переехать в США, если паре за сорок? И по какой виде? Паре? Семейной, наверное, паре. Ну, вообще, возможно, всё в этой жизни, никаких возрастных ограничений нет, но я не знаю на самом деле, как вот взять и просто переехать, потому что я приехала учиться, у меня не было планов здесь оставаться, я просто встретила Эндрю и у меня была вот возможность остаться на биоинформатике, на EHT, поэтому у меня как-то всё так сложилось, я не знаю, наверное, очень многие участвуют в лотерее Green Card, мне кажется, это такой более реалистичный метод, как можно переехать, ну, вообще, на самом деле, политика, мне кажется, иммиграции в США, она достаточно сложная, по сравнению с каким-то европейскими странами, с Канадой. Да, я тоже с тобой согласна в плане лотереи Green Card, и сейчас со сменой администрации, со сменой президента, мне кажется, это станет ещё доступнее, чем было вот последние четыре года отношения к иммигрантам. Так, какой доход, а, вот, похвалили твою мечту, сказали, супер мечта, какой доход является достаточным, чтобы нормально прожить в США? Ну, это от штата зависит. Вот ты скажи, сколько у тебя в Калифорнии? Я даже не, я даже не, я даже не, я даже не берусь сказать по, вообще, в целом в Калифорнии, но вот в Сан-Франциско в прошлом или полтора года назад до пандемии семья из четырёх людей с доходом 110 тысяч считалась малообеспеченной. Ну, то есть, ну, тютелька в тютельку, возможно. Вот. У нас, по-моему, это вот в районе где-то 70 тысяч. Могу ошибаться. Да, опять-таки, данные очень открытые, нужно, наверное, посмотреть, и мы дополнительно, в принципе, можем сделать пост, об этом на нашей инстат-страничке, которая сейчас буквально каждый день... Это, наверное, да, хорошая тема. Да, спасибо за вопрос. Хорошая тема. Так, я думаю, минимально с восьми часами будет сложно, но, возможно, это, наверное, ответ на переезд. вопрос об Эндрю был, как он перенес все наши национальные блюда. Сколько? вспомнились американские шоу, где нас, парлюди, превозмогая себя, за деньги едят сырое мясо, что не сделаешь ради людей. А я такое шоу не помню. Не знаю, наверное, есть. Да, я тоже уверена, что есть. Нет, ну, он не превозмогал, ну, как бы, нормально. Что делать людям с аутоиммунными заболеваниями и ставить им вакцину? Какие данные есть в общем доступе? Ну, я так понимаю, что на них ещё не не было больших исследований, поэтому я сейчас буду очень осторожно не рекомендую никому делать или не делать вакцину, ещё раз говорю, да, но я конкретно этот вопрос не изучала, поэтому я думаю, что, и, как я всегда говорю, я не врач, поэтому скорее всего нужно посоветоваться со своим лечащим врачом и только потом делать вакцину. Очень много вопросов. Можно ли делать беременным? Ну, хотя бы на беременных, например, тоже чуть-чуть испытывалось, да, можно ли делать людям, которые планируют беременность, например. Очень много таких вопросов, но и, к сожалению, вот у нас практически никаких ответов точных нет. Вопрос следующий. Через какое время можно ставить вакцину переболевшим людям? Это интересно, на самом деле, потому что в России в «Спутник», когда делали, первое время они же делали тест на антитела, то есть они проверяли, есть ли уже у человека антитела, если у него там обнаруживались, обнаруживалось, что он уже болел коронавирусом, то ему не делали, предлагали там, по-моему, три месяца подождать. В Америке такого не делают, всем делают подряд, но вот я тоже интересовалась тем вопросом, и там было написано, что вне зависимости от этого будут всем делать вакцинирование. Ну, это, конечно, выбор ваш, то есть если вы опасаетесь, то вы можете отложить, ну, как бы сейчас такая очередь за этими вакцинами. В России перестали, как я поняла по отзывам своих знакомых в России, тоже перестали тестировать на антитела. Но там, вот в России хорошо, что можно там за какие-то небольшие деньги по сравнению с Америкой, да, можно пойти и сдать антитела, чтобы быть точно уверенным, что там нет никаких антител. Огромное спасибо, Юля, за эфир. Ребята, у нас остается только 47 секунд. Я думаю, что у нас нет необходимости переподключаться. На оставшиеся вопросы я надеюсь, Юля ответит. Я сейчас постараюсь сохранить эфир. Огромное спасибо всем за участие, мне было очень приятно. И, Юля, огромное спасибо тебе, спасибо за уделенное время. Спасибо за приглашение. Да, и будем держать вас в курсе. Всем пока. Пока-пока. ответим на вопросы. Продолжение следует...